Начнем сегодня вот с чего. Валерий Залужный, главнокомандующий украинскими войсками, опубликовал на сайте CNN большую довольно колонку о том, как идет война, как развиваются технологии военные и что нужно делать для того, чтобы победить Российскую Федерацию. На мой взгляд, в этой статье очень точно отмечены последние тенденции в военном деле. Честно говоря, я даже могу сказать, что у меня были абсолютно такие же мысли, как у Залужного, я не претендую, конечно, на его полководческие таланты, но в общем он говорит какие-то вещи, которые являются абсолютно, как мне кажется, очевидными на данный момент и, можно даже сказать, банальными. С его точки зрения, те средства ведения боевых действий, которые стали главными во время Второй мировой войны, такие как артиллерия, авиация, тяжелая техника, самое разное, постепенно начинают утрачивать свою важность в пользу беспилотных военных систем, то есть, проще говоря, дронов. По словам Залужного, эти дроны стали настоящим открытием этой войны, и они очень быстро с головокружительной скоростью развиваются, значение их становится все более высоким, все более большим, причем увеличивается это значение просто какими-то невероятными темпами. Ну, например, он говорит о том, что позволяют дроны наносить высокоточные удары без использования по врагу, естественно, без использования пилотируемой авиации, которая очень-очень дорого стоит, и без использования дорогостоящих ракет. То есть, он говорит, что, в общем, наносить удары с помощью дронов может любая, высокоточные удары, любая даже не очень богатая армия, не очень богатая страны. Кроме того, он отмечает такой момент, что с помощью дронов появилась возможность постоянно вести разведку в круглосуточном режиме, разведку поля боя и даже ближнего тыла, и таким образом контролировать действия противника, не давая ему собрать какое-то большое количество войск для начала большого наступления. Кроме того, он пишет, что дроны позволяют, ну, уже, видимо, дальнобойные дроны имеются в виду, позволяют бить не только по военным целям, непосредственно на поле боя, но и подрывать военную экономику противника, просто экономику противника, наносить удары по его критической инфраструктуре, по боевому духу армии противника и так далее. То есть, в общем, эти дроны, со слов Залужного, они, на самом деле, поменяли, ну, привели к смене поколений, в общем, в военном деле. Он описывает, как так вышло. В общем, кому интересно, почитайте на СН. Сейчас, кстати, уже много переводов на украинский, на русский язык этой статьи. Но мне вот что, на что я бы хотел обратить внимание. Он пишет то, что в 2024 году Украина должна сосредоточить свои усилия в военной сфере на трех основных направлениях. Первое направление. Создание системы обеспечения вооруженных сил Украины высокотехнологичными активами, то есть считать дронами. То есть, должна появиться промышленность и система распределения этих дронов, которые будут поставлять дроны в войска сотнями, тысячами или даже миллионами. То есть, по сути дела, должно в течение текущего года пройти перевооружение украинской армии, ее переделка, перестановка на, по сути дела, новый вид вооружения. То есть, главным видом оружия украинская армия в течение текущего года должна стать дронами. Это первый пункт. Второе. Как можно более срочное освоение новых боевых возможностей. Речь идет здесь о подготовке персонала, насколько я понимаю. То есть, люди должны обучаться, обучаться, обучаться работе с дронами, с разными видами дронов, разными модификациями дронов и так далее. То есть, должно появиться целый пласт, широчайший пласт людей в армии, которые знают, как эти дроны применять. И я предполагаю, что имеется в виду не только дроны, но и система борьбы с дронами противника, потому что Россия тоже на месте не стоит, она свои дроны активно тоже развивает. Ну и третье, он еще говорит о том, что нужна вводиться новая философия обучения и ведения войны, которая учитывает ограничения в ресурсах и способах их использования. То есть, необходимо отказываться от таких идей, как какие-нибудь танковые клинья или налеты сотнями самолетов на какой-нибудь объект. Вместо этого нужно учиться проводить операции вот этими недорогими, маленькими, но эффективными, достаточно эффективными дронами, поскольку денег просто на все не хватает, надо пользоваться тем, что есть. Поэтому, собственно, я так понимаю, и в этом заключается новая философия ведения войны. Вот при этом заложенный пишет, что все это, то есть, по сути дела, основой украинской армии, основой вооружения украинской армии дроны должны стать в течение пяти месяцев. Он говорит, что с союзниками-партнерами этот срок согласован, и что, в общем, это вполне реальный временной отрезок, за которым можно провести вот эти ключевые изменения в украинской армии. Амбициозный, на мой взгляд, срок, то есть пять месяцев это очень мало времени для такой серьезной задачи, фундаментальной задачи, я так сказал. Но, в принципе, если взяться за ум, по-нормальному, если привести к процессу принятия решения разумных людей, которые понимают, что от них требуется, дать им нормальное финансирование, чтобы эти люди... И дать им свободу действий, потому что эти люди должны, конечно, не бегать и голосовывать каждый свой шаг с начальником, а обладать возможностью вводить какие-то нововведения самостоятельно. Так вот, если такая система будет реализована, то, в принципе, за пять месяцев, я думаю, можно совершить очень много полезного, очень много важного и полезного сделать. Что еще по этой статье я хочу сказать? Статья, мне то, что нравится, она не обращена в прошлое, а смотрит в будущее. Я вообще считаю, что для успеха в войне обязательно надо смотреть в будущее, а не только анализировать то, что уже произошло. Статья именно туда смотрит и предлагаются там какие-то вполне конкретные вещи, не взятые с потолка, а просто какие-то умозрительные, а по сути дела предлагается масштабировать то, что уже есть, и сделать это из какой-то экзотики, сделать нормой. Во всей армии разумный подход, я полностью согласен с ним. Мне еще понравилось то, что эта статья чисто военная, в ней вообще ничего политического нет, потому что заложного, я знаю, оппонента обвиняют в политизированности. Нет, здесь в этой статье ничего политического нет, она абсолютно посвящена военным всяким вопросам, и в общем это правильно, потому что он в конце концов военный. Вышла эта статья на CNN, как я сказал, то есть на сайте CNN, соответственно, можно из этого сделать вывод, что она рассчитана на американскую, на западную шире аудиторию, и понятно почему, потому что многое в реализации у тех задач, которые заложено тут обозначил, будет зависеть от позиции Запада, потому что технологии, комплектующие, деньги в конце концов, заводы, то есть производственные мощности, которые делают, ну не знаю, двигатели для дронов, или лопасти для дронов, или, ну лопасти, допустим, Украина сама может сделать, не знаю, камеры, или аккумуляторы. Есть ряд позиций, по которым Украина пока не может себя полностью обеспечить в этом дроностроительстве, и вот это все, конечно, должно в идеале быть западным. Сейчас многое из этого китайское, но китайцам нельзя на 100% доверять, во-первых, во-вторых, китайцы в любой момент могут перекрыть. На самом деле они уже перекрыли, они уже объявили о запрете отправки в зону боевых действий любых своих дронов, поэтому сейчас дроны приходится покупать окольными путями, и комплектующие для их производства тоже окольными путями, это сложно, тяжело, нехорошо. Короче говоря, все это должно производиться либо на Западе у партнеров Украины, либо самой Украины. Для этого, конечно, нужна западная помощь, и для этого необходимо заинтересовать Запад в подобного рода решениях. Для этого, я так понимаю, заложенный и написал, и опубликовал свою колонку именно в западных СМИ, то есть в западном издании, для того, чтобы получить как можно более, быть услышанным на как можно более широкой аудитории именно на Западе. Потому что да, действительно, если не получится заинтересовать Запад во всех этих нововведениях, то задача Украины по переводу своей армии, по сути дела, на новые рельсы, будет гораздо сложнее, чем с помощью Запада. Ну смотрите, что, почему это разумно вообще, и как мне кажется, это имеет смысл. НАТО сейчас, по большому счету, все-таки располагает армией прошлого. То есть, да, конечно, есть определенные элементы дронов и обеспечения дронами в западных армиях, но все-таки западная армия, по большому счету, это армия танков, пушек, самолетов, вертолетов. Да, у них есть высокоточное, очень хорошее оружие, эти же Хаймерсы и что-то еще, но вот ФПВ дронов в таких количествах, в каких они есть в российской или в украинской армии, на Западе нет. Поэтому я, конечно, может быть преувеличиваю, но если там гипотетическую ситуацию возьмем, там украинская, полк украинский, вооруженный ФПВ дронами, если бы он столкнулся с полком, ну не знаю, давайте условно какой-нибудь страны возьмем, португальским, да, вооруженным тем обычным своим натовским вооружением, то украинская армия разбила бы португальскую в течение, там, не знаю, часа. Потому что у португальцев, условных, я говорю, я ничего против Португалии не имею, наоборот, у Португалии замечательная страна. Потому что нет у них вообще никаких средств противодействия дрону. Их бы просто пощелкали бы как орехи, и все, и все на этом быстро бы закончилось. То есть украинская армия сейчас, по сути дела, является армией будущего. Того будущего, на которое западные армии еще не перешли на эти новые стандарты. Они со стороны наблюдают за тем, что происходит, и пока еще, как мне кажется, не до конца осознают глубину изменений, произошедших в военном деле во время вот этой российско-украинской войны. Поэтому, я думаю, заинтересовать Запад, это очень важно, и это вполне возможно. То есть, смотрите, тут какая, есть поле для очень широкого и обоюдовыгодного сотрудничества между Украиной и Западом. Ой, пардон. Запад может давать Украине деньги, технологии, производственные мощности для создания все более широкого и мощного флота дронов разных типов и образцов. А Украина могла бы дать Западу бесценный абсолютно опыт применения этих дронов, опять же, разных назначений дронов, и разведывательных, ударных, и ФПВ, и каких угодно, а также противодроновых всяких систем в условиях максимально жесткого и беспощадного, я бы сказал, противостояния с противником, который обеспечен также дронами и всякими антидроновыми штуками. То есть, Украина дает опыт применения, Запад дает технологии и, ну, просто говоря, железа. И я думаю, что именно так должно выстраиваться сотрудничество между Украиной и Западом в ближайшее время. Собственно, Залужин примерно то же самое пишет, только другими, наверное, словами. И, как мне кажется, еще важно вот что отметить. То, что написал Залужин, это не только слова, то есть это слова на бумаге, да, в интернете сейчас, правильно же сказать, уже на бумажном никто ничего не пишет. Ну вот, сейчас важно то, что все те штуки, о которых говорит Залужин, они начинают реализовываться уже на практике. И мы это видим своими глазами, то, что это все уже превращается в реальность. Ну, например, он пишет в своей статье, что да, дроны позволяют наносить исключительно болезненные удары по экономическому потенциалу противника. И действительно, мы видим, что сейчас украинские беспилотники каждую неделю, или даже несколько раз в неделю, наносят удары по российским нефтеперерабатывающим, нефтетранспортным, нефтеобрабатывающим, нефтехимическим предприятиям. Таким образом, они, конечно, наносят колоссальный угроз российской экономике. Не чисто военным делам, а экономике. Почему? Потому что российская экономика в значительной степени зависит от нефти, ее переработки и экспорта продуктов переработки, и также сырой нефти. То есть, да, дроны позволяют всю эту цепочку прервать и лишить России огромного количества денег. Это первое. Второе. Мы видим просто на поле боя, вот буквально пару дней назад, пришел, был показан, продемонстрировал в интернете ролик, целый фильм, фильм снятый под Новомихайловкой, это к юго-западу от Донецка, населенный пункт, там российская колонна в количестве полутора десятков единиц бронетехники пыталась наступать на украинские позиции, там эту колонну заранее с помощью дронов обнаружили, с помощью дронов навели на нее другие дроны, и вот эти другие дроны, дроны Камикадзе, перебили всю эту колонну, плюс потом еще прилетели дроны со сбросами, добили раненых и кого-то еще и в плен взяли. То есть, на самом деле, по сути дела, украинские боевые летающие дроны уничтожили, роботы, по сути дела, уничтожили традиционную колонну традиционной российской армии, укомплектованную боевой техникой и пехотой обычного классического образца. То есть, в сражении между роботами украинскими и обычной армией российской победили украинские роботы. То есть, тут мы видим реализацию вот этого принципа того, что, да, действительно, та сторона конфликта, которая обреладает более высокоразвитой дроновой составляющей, та и побеждает. Это было видно уже прямо вот наглядно, нагляднее не бывает. Ну и третья история, которая тоже произошла вот на днях, это, конечно, уничтожение российского большого ракетного катера «Ивановец» около озера Дон-Узлав в Крыму, на западе Крыма. То же самое, в этой операции приняли участие несколько украинских, уже, правда, не летающих, а морских дронов, которые стоили, опять же, копейки. С помощью этих дронов был уничтожен корабль ценой в несколько десятков миллионов долларов. Плюс его команда, это около 40 человек. То есть, из всего этого мы видим то, что озвученные заложенным вещи, они, в общем, не просто разумные толку, они уже реализовываются на практике. Сейчас пока это, как бы, начало процесса, это еще не... Мы не увидим его расцветы и пика, но мы видим то, что да, действительно, все это уже реализовывается и приносит очень неплохие результаты. Я повторюсь, я сам, хоть, конечно, и не генерал, но я вам говорю, что, давно говорю, что погибать, воевать, идти в атаку, геройствовать на этой войне, да вообще на любой войне, должны не люди, а именно роботы, дроны. То есть, с первого дня вообще, ну, с первых дней, наверное, не в первый день я это говорил, но в первую неделю точно говорил то, что, криком кричал, что нужно больше роботов, нужно больше дронов, нужно больше роботов, чтобы они помогали обычным людям вести боевые действия. Понимаете, техника сейчас развелась до таких масштабов, до такого уровня, что многие задачи, которые раньше могли выполнять только люди, человек с автоматом, человек с биноклем, человек еще с маскированным там какой-то, человек на танке или в самолете. Так вот, сейчас многое из того, что раньше могли выполнять люди или люди плюс техника, выполняют малюсенькие дрона, или сами по себе, или с минимальным участием человека. Причем функции, которые выполняют дроны, становятся с каждой недели, и буквально все больше и больше и больше. То есть, на каком-то этапе человек с ружьем на фронте уже будет не нужен. Воевать будут люди, сидящие в кабинетах с большими мониторами, и воевать будут руками дронов друг с другом. То есть, сами они в руки оружия, даже брать, скорее всего, не будут на каком-то этапе. И сейчас, слава богу, что украинский генеральный штаб и украинские главнокомандующие это понял раньше, чем это поняли командующие российские. Потому что российские командующие до сих пор оперируют дивизиями, полками, батальонами. Там, значит, давайте 100 танков сюда, 100 СССР туда и так далее. Это все устаревшее, это все, это знаете, как если бы во время Второй мировой войны кавалерию пускать в ход или каких-нибудь аркебузиров или мортиры и пищали. Всю эту фигню она уже устарела. Еще не безнадежно устарела, но с каждым месяцем устаревает все более, останется никому не нужным и бесполезным. Ну и про заложного вот еще что. То есть, еще хочу сказать, что действительно очень-очень хорошо Украине повезло, что ее военные и ее главнокомандующие в данном случае, они реально оценили эту ситуацию, правильно ее оценили. Во-первых, во-вторых, уже организовывают кампанию поддержки Украины для реализации вот этого перевооружения, перестановки украинской армии на новые технологические рельсы. Это супер-пупер хорошо в стратегическом смысле. Также заложный попал в новости в контексте своего очередного, уже, по-моему, не первого случая, увольнения в кавычках. Его опять то ли уволили, то ли не уволили. Я, честно вам скажу, я не очень хорошо понимаю, что происходит в этой сфере. Это супер-странный сюжет. Очевидно, есть какой-то конфликт у заложного с президентом Украины или с кем-то из окружения президента. Мне сложно сказать, у меня достоверной информации на этот счет нет. Я не хочу углубляться в подробности этой истории, но я хочу сказать одну простую, мне кажется, банальную вещь. В армии должно быть едино начали. Приказы должны выполняться. И если в среде командования, среди командиров возникает конфликт, то ситуация вот этого конфликта станет вредной, даже опасной для Украины. Конфликта быть не должно. Его необходимо прекратить. Не должно быть конфликта. Это вопрос жизни и смерти. Как прекратить, другой вопрос. Я думаю, всем понятны методы прекращения конфликтов, в армии особенно. И даже если это неприятно, нехорошо, прекращать конфликт надо. Это никуда не годится ситуация, когда, во-первых, конфликт существует, а во-вторых, об этом конфликте знают посторонние, в том числе и противники. Это так быть не должно. Про Ивановец хочу сказать. Про этот ракетный катер, который утопили на западе Крыма. Оказывается, главной задачей этого корабля было обеспечение блокады Одессы. Ну и одесских портов, не только самой Одессы, портов рядом с Одессой. По сути дела, он должен был запереть Одессу и не отпускать туда торговые суда иностранные, а также не выпускать суда из Одессы. И вооружен для этого Ивановец был противокорабельными ракетами, собственно, призванными топить непослушные корабли. Тем не менее, еще даже до того, как этот Ивановец утонул, Одесса вышла на довоенные показатели по экспорту своей, то есть по экспорту, по объемам экспорта продукции зерна, стали и так далее. Таким образом, мы можем уже достаточно уверенно говорить, что Украина по факту уже выиграла сражение за свою часть, за западную часть акватории Черного моря. Черноморский флот России оттуда выбит, он не может там ничего делать, он может регулярные операции проводить там не в состоянии, иногда он туда вылезает, чтобы хоть что-то там показать свое присутствие, но российские самолеты над западной частью сбивают регулярно, и, как видимо, вот уже и корабли топят практически каждый месяц. Поэтому я предполагаю, даже рассчитываю на то, что следующим этапом развития ситуации в Черном море будет выдавливание Черноморского флота России уже из восточной акватории, в восточной части акватории Черного моря, и перекрытие торговых путей в уже город Новороссийск. То есть вот то, что пытались россияне сделать с Одессы, надо делать с Новороссийском. Крайне важно, на мой взгляд, прекращать вот как раз экспорт российской нефти, нефтепродуктов из Новороссийска и Стоапса, потому что это примерно треть всего российского экспорта по деньгам. То есть не по количеству товаров, а по объему товаров, а именно по деньгам. Если получится перекрыть этот канал экспорта, это будет просто огромный удар по экономике Российской Федерации. Гораздо сильнее удар, чем прекращение работы Одесского порта. Но это еще не все. Есть еще, не будем забывать, порты Усть-Луга и Приморск. Это нефтеналивные, нефтехимические порты на севере, на Балтийском море, на Финском заливе, если сказать точнее. Это еще примерно 40% российского экспорта по деньгам. Там мы будем ожидать, конечно, все более активной работы тех самых воздушных дронов, которые изготавливаются в Украине. Кстати, недавно видел заявление министра обороны и промышленности Камышина украинского. Так вот он сказал, что все дроны, которые применяются для ударов по целям в глубине российского тыла, они все украинского производства. То есть это уже не какие-то импортные разработки, а свое родное. И я думаю, что эти дроны будут становиться все больше, ударов, соответственно, ими тоже будут наноситься все больше. Усть-Луга и Приморск, как я сказал, это еще 40% всего российского экспорта. Понимаете, если перекрыть новороссийский и северный этот маршрут, то Россия останется без 70% денег от экспорта. Понятное дело, что в этих условиях она не сможет вести войну дальше. Просто нечем будет, не просто платить, не на что будет покупать танки, покупать оружие и так далее. И возможно ли это перекрыть и северный, и южный пути экспорта? Я думаю, да, возможно. Почему? Потому что и обеспечить таким образом коллапс российской экономики возможно, потому что в пользу Украины здесь играют как минимум два фактора. Первый фактор это то, что Россия абсолютно не готовилась к подобному повороту событий. Начиная войну, Путин в страшном сне не мог себе представить, что Украина начнет бомбить порты, нефтеналивные российские порты на Балтике и на Черном море. Поэтому у этих портов никогда не было даже никакой защиты. То есть от дронов, опять же к использованию массированного дронов Россия была не готова, и соответственно нет там защиты от дронов. Ни там, ни там. Кроме того, та защита, которая есть, противовоздушная обычная система, они не справляются со своими задачами. Потому что стандартное сообщение из этих нефтяных предприятий звучит так. Российское ПВО перехватило украинский беспилотник, однако он упал на емкость для хранения нефтепродуктов, возник пожар, жертв нет. И типа это победа российского ПВО. Но на самом деле мы понимаем, что беспилотники как раз и созданы для того, чтобы падать на емкости с нефтепродуктами. И уж не важно, вследствие действий российского ПВО он туда упал, или сам по себе, по своей воле туда упал, но главное, что емкость с нефтепродуктами сгорела к чертям собачьим. Вот это в этом случае беспилотник свою миссию выполнил. В общем, результативность действий беспилотной авиации, дальнобойной, очень высокая. Теперь Россия вынуждена просто оттягивать часть своих ресурсов, противовоздушных ресурсов на охрану нефтяных объектов. И это, как вы понимаете, происходит в преддверии поставок F-16 в Украину. То есть в Украину едут F-16, в это самое время Россия оттягивает, забирает с фронта свои противовоздушные возможности, свои силы противовоздушные для того, чтобы защищать стратегически важные объекты в глубине своей территории. Супер и то и другое очень хорошо. Причем, смотрите, еще какая штука. Системы F-300 и F-400, которые сейчас установили под Петербургом, например, они не очень хорошо годятся для перехвата беспилотников. Они видят самолеты, вертолеты, что-то большое, толстое, железное, здоровенное, быстро летящее. А если беспилотник летит на небольшой высоте, сделан этот беспилотник чуть ли не из фанеры, из какого-то пластика, радары его почти не видят, и в общем, такой беспилотник сбить F-300 и F-400 не могут. Причем, даже если и собьют, противоракеты F-300 и F-400 стоят в 10-20 раз больше, чем сам беспилотник. То есть, в любом случае Россия теряет. Либо сильно больше теряет, либо просто больше теряет, но теряет. Таким образом, ключевые для российской экономики нефтепромышленные объекты оказались абсолютно беззащитными перед ударами простых, как грабли и копеечных, по своей цене, дронов. Это большая проблема для России. Вот, например, взять Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, который гнал огромные потоки нефтепродуктов на экспорт. Это сотни миллионов долларов в год, и этот НПЗ сейчас не работает. То есть, ударили по нему уже неделю-две назад, может, даже уже три недели назад, и он до сих пор не работает. Терминал, завод и терминал по переработке газового конденсата и отправке на экспорт продуктов из этого газового конденсата. В Усть-Луге терминал и завод тоже не работают после нанесенного по ним удара. Россия из-за этого несет просто гигантские убытки. То есть, первый фактор успеха дальнобойных дронов Украины – это незащищенность российских нефтепромышленных объектов. Второй фактор – это привода своей нефти, самой нефти, нефтепродуктов. Они просто очень хорошо горят. Чтобы поджечь завод в производстве бетона или металла, вам нужно реально постараться. Ну, или склад с кирпичами вам тоже тяжело будет поджечь. Но зерно, даже зерно, знаете, вот оно не так хорошо горит, он тлеет, наверное, скорее, чем горит. Но чтобы поджечь НПЗ, нефтепрерабатывающий завод, вам это большой проблем не надо. Для этого спички достаточно. Бензин просто создан для того, чтобы гореть. Маленький дрон со взрывчаткой его легко поджигает. Никаких проблем не возникает. А когда горит много бензина, потушить это невозможно. Там все плавится, уничтожается и оборудование, и места хранения, и так далее. Дорогое оборудование, которое взять сейчас абсолютно негде. Поэтому удар по зерновым хранилищам и терминалам по отгрузке зерна, это, конечно, проблема. Их надо ремонтировать, это тяжело-долго. Но удар по нефтяным хранилищам и терминалам, это просто катастрофа. Там уже ремонтировать нечего, надо все убирать и новое ставить. А новое взять сейчас, опять же, негде, как я сказал. Так вот и получилось, что ключевая отрасль российской экономики оказалась абсолютно беззащитной перед ударами украинских беспилотников. Удары эти максимально эффективны. Ну и чтобы не быть голословным, давайте я тут процитирую агентство Reuters. Авторитетное агентство Reuters. Оно пишет, что экспорт бензина и дизельного топлива. Дизельное топливо, это, кстати, главная строка российского экспорта нефтепродуктов. Так вот, экспорт бензина и дизельного топлива из России в январе 2024 года, в сравнении с январем 2023 года, упал на 37,23% соответственно. То есть на целую треть. Для России это чудовищные цифры абсолютно. Сложно придумать что-то более страшное для российского бюджета, чем такие потери в экспорте нефтепродуктов. Потому что бюджет российский полностью зависит от этого экспорта. И вот на мой взгляд эти дроны сейчас, в общем, работают как самые главные санкции против российской нефтяной промышленности. Нет ничего страшнее для РФ, чем подрыв ее нефтяного экспорта. И если интенсивность ударов по российским НПЗ и другим объектам сохранится, то ситуация быстро приобретет масштабы кризиса, полномасштабного кризиса для российской экономики. А я не вижу ни одной причины, по которой эти удары должны быть сейчас прекращены. Наоборот, если мы возьмем в внимание статью заложенного и в то направление движения украинской военной мысли и промышленности, военной промышленности, к которому он призывает, то эти удары по российским нефтяным объектам будут только усилены, причем усилены многократно. Таким образом, и российская экономика будет подорвана. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!